Привет, анрильщики, и мы с вами продолжаем создание простенького прототипа Souls-like игры. Соответственно, в прошлом видео мы сделали комбо-атаку и реализовали, ну, такие вот эффекты, да, то есть мы нажимаем, у нас появляются различные эффекты крови. Соответственно, в сегодняшнем видео я бы хотел исправить пару багов, пару таких вот неприятных моментов, которые были у меня в прошлом видео. Ну и сегодня, соответственно, сделаем эффект тряски камеры и добавим звуки. И еще сделаем пару таких вот прикольных, хороших вещей. Покажу, как этими вещами пользоваться, но об этом чуть-чуть подробнее дальше в видео, потому что думаю, что эти штуки, которые я вам покажу, они упросят вам немножко, но тем не менее упростят вашу жизнь в движке. Соответственно, вот что мы сегодня сделаем и как это будет выглядеть. Ну а прежде чем начать, я вас призываю подписаться на канал и вступать в мой закрытый телеграм-чат по Unreal Engine. Соответственно, если вы что-то разрабатываете в Unreal Engine и вам нужна помощь по каким-либо вопросам, нас там уже больше 140 человек и, соответственно, мы друг другу помогаем в решении каких-то проблем, сложностей и так далее. Поэтому, если вы хотите ускорить свое обучение в движке, то в таком случае, как вступать в закрытый телеграм-чат, все ссылки внизу в описании. Также все ассеты, которые я использую в данном видео, также там. Ну а мы теперь приступаем. Итак, давайте начну с обещанных таких вот приколюх, которые я обещал в начале видео. Итак, ну смотрите, первая приколюха. Вот, смотрите, когда мы запускаем игру, обратите внимание, да, что у нас, это в каждом проекте абсолютно, у нас, видите, здесь мышка еще болтается, курсор наш. Соответственно, чтобы мы уже могли, так сказать, приступить к нашей игре, нам нужно нажать куда-нибудь в пустое место. И только после этого у нас начинается управление игрой. Поэтому, как сделать таким образом, чтобы сразу же, как только вы нажали на Play in Editor, чтобы у вас сразу же начиналась игра без всяких криков в пустоту. Мы заходим в Edit, Editor Preference, и получается, здесь прописываем Gets, так получается, и ищем здесь с вами, вот, Game, Gets, Mouse Control. Это именно в Editor Preference, Preference указываете. То есть, это потом у вас в дальнейшем на все проекты будет распространяться, имейте в виду. Ставим галочку, все, отлично. Теперь, смотрите, я захожу в игру, нажимаю вот сюда, Play in Editor, нажимаю. И все, обратите внимание, у меня никаких дополнительных кликов делать не нужно. Идем дальше, смотрите. Так сказать, фича номер 2. Мало кто о ней знает, но тем не менее. Я немножко подрезал анимации моего комбо-удара. Соответственно, как я это сделал? Тоже показываю. Я зашел в такой, сейчас, Hunter Player, Animations, Attack Animations, нет, это не то. Combo Attack Animations и Swirled, Combo Attack, именно секвенция. Sequence. Заходим. И здесь у нас есть наша анимация, я ее уже обрезал. Но давайте я вам покажу, как обрезать, допустим, вот здесь, на этом этапе. Я нажал здесь, вот правой кнопкой мыши, и Remove from Frame. И вот, получается, он указывает, какие кадры удалить. Соответственно, я нажимаю сюда, и все, у меня анимация здесь обрезается. Вот таким образом. Если вы хотите обрезать до, то нажимаете сюда, и здесь Remove frame 0, to frame 30. Это у меня, у вас какие-то другие значения могут быть. Вот, таким образом вы можете обрезать анимации, имейте в виду. Так, идем дальше. Так, это все дело закрываем. Я в прошлом видео исправил косяк с тем, чтобы декальки не появлялись на моем враге. Но, тем не менее, я забыл нажать, чтобы декальки еще не появлялись на моем персонаже. То есть, видите, да, что происходит, если видно сейчас. То есть, эти декали крови, да, вот, они появляются на моем персонаже. Удаляются они абсолютно таким же образом, как и на моем, получается, персонаже, на моем враге. Поэтому я перехожу в Hunter Player, BP Hunter Player. И, получается, здесь я прописываю, ну, просто декаль. Здесь Receives, Decals, отключаю. И у Капсулы тоже отключаю. Компилирую, сохраняю. Ну, все, в принципе, все отлично. Теперь у меня декальки, они не появляются на моем персонаже. Все отлично. Итак, а теперь переходим непосредственно, как говорится, к Сабжу. К теме нашего урока. Итак, в первую очередь, давайте создадим с вами тряску камеры. Как это делается? Допустим, я вот захожу в, так получается, GameInfo пусть будет. Правая кнопка мыши. Дальше Blueprint Class. Здесь раскрываем All Classes. Ну, типа все классы, да. И, соответственно, здесь мы указываем Camera Shake. И здесь несколько у нас появляется. Вы выбираете вот эту вот Camera Shake Base. Нажимаем Select и называем это BP. Camera Shake. Вот таким образом. Отлично. Заходим сюда. И вот здесь мы видим некие такие настройки, да. Здесь, где Root Shake Pattern. Мы здесь нажимаем. И здесь есть несколько, как бы, паттернов, да. Вот это вот тряске камеры. То есть, здесь можете поиграться. Но вот чаще всего используют вот эту вот Wave, да. То есть, волна. То есть, здесь есть шум певлина, да, так называемый. И так далее. Ну, в общем, тут сами можете поковыряться, потыкать. Но нам нужно вот это. Нажимаем вот сюда. Дальше. Раскрываем. И здесь непосредственно мы можем настраивать тряску камеры. Соответственно, здесь есть Location. Здесь есть, смотрите, здесь есть Amplitude. То есть, это сила, да, с которой будет тряска происходить. И Frequency. То есть, это частота. То есть, с какой частотой эта тряска будет происходить. Также можно еще отдельно здесь по X, по Y и по Z настроить. Можно то же самое сделать здесь и с Rotation. Можно с Field of View, да, Тайминг и так далее. Кстати, тайминг нам потребуется здесь. Тайминг это, в общем, мы это затронем. Вот, поэтому сейчас с этим совсем поработаем. И еще важный момент. Если вдруг вы что-то где-то здесь кликнули, не то, да, то есть, там, нажали и все. Вы, допустим, вот, не знаю, сюда нажали куда-нибудь и все. И у вас эта вот штука пропала. Где настройки? Нажимайте сюда Class Defaults и вот она у вас снова здесь появится. Имейте в виду. Итак, в первую очередь нам нужно установить вообще длину. То есть, сколько времени у нас будет наш камера Shake отрабатывать. Поэтому Duration я здесь ставлю, ну, допустим, вот такое вот значение. Дальше. Ну, это, кстати, Blend. Это, ну, смешивание, да, чтобы не так резко все это было. Ну, пусть вот таким вот образом оно и остается. Дальше. Location. Амплитуд. То есть, ну, указываем амплитуду. Силу, да. Я здесь устанавливаю 30. То есть, это я за рамками урока уже значение подобрал. И Frequency частота мне подходит 10. Опять же, вы потом можете со всеми этими значениями поиграться. Все, компилируем, сохраняем. Давайте это пока что дело сюда занесем. Итак, где у нас здесь логика, отвечающая за нанесение демеджа? Вот, демедж. Отлично. И смотрите, как теперь эту камеру Shake вызвать? Я вот нажимаю сюда и прописываю. Камера Shake. Ну, получается, Camera Shake Source Component. Да, то есть, мы сейчас будем указывать источник. Давайте вот эту деколь я вот здесь нажму. Итак, смотрите, здесь у нас просит Camera Shake. Какое именно вы хотите? Выбираем наш BP Camera Shake. И обязательно нажимайте здесь Auto Start. Если вы это не нажмете, работать ничего не будет. Нажимаете Auto Start. Вот, и давайте посмотрим, как теперь у нас это работает. Компилируем, сохраняем. И давайте нанесем нашему врагу урон. И вы видите, да, что у нас тряска камеры. Она у нас работает. Если вдруг вам этого не хватает, давайте ради интереса просто сотку поставим. Мне самому интересно посмотреть, что в таком случае будет. Давайте. Да, и мы видим, что у нас камера вообще просто безумно себя ведет. Ну, давайте вернем все-таки здесь 30. Опять же, со значениями можете поиграться. То есть, не делайте слишком уж прям там большое значение. У меня что-то заглючило. А, все, подключило, нормально. Не делайте слишком большое значение, потому что, ну, у игрока, у вас, в том числе, у вас может просто потом. Ну, эта тряска, она может очень, если с ней переборщить, она может очень сильно пить под глазом. То есть, аж плохо может быть. Это на самом деле так. Вот. Поэтому вот такая легкая тряска. Трясочка, она нам, в принципе, подойдет. Все отлично. Итак, теперь давайте разберемся с вами со звуками. Камера Shake можем, в принципе, удалять. Ну, не удалять, в смысле закрывать. Нам здесь ничего не нужно. Со звуками. Смотрите, я импортировал звуки. Все эти звуки от Sounds, а так Sounds. Все эти звуки будут доступны в моем закрытом Telegram-чате. То есть, все туда я опубликую. Вот. Поэтому скачивайте их, и давайте делать с вами следующим образом. Мы переходим с вами в сначала GameInfo. Дальше. DT, точнее нет. Вот. ST Weapons Info, то, что мы создавали. И здесь, смотрите, здесь HitSound. Мы здесь создали. Это просто как, ну, сингл, да? То есть, единичную переменную, так можно сказать, да? Вот. Поэтому здесь я предлагаю сделать следующим образом. Здесь HitSound прописать. И где здесь, ну, выбрать Array, выбрать массив. Все. Супер. Сохраняем. И все хорошо. Дальше. Переходим теперь с вами в DT Weapons Info. Дальше. Ну, давайте с легкого оружия начнем. Получается Light Weapon. Нажимаем. Так. И получается вот HitSounds. У нас здесь Array Element. Поэтому здесь нажимаем плюс. И выбираем первое. Так. Получается Sword 1. Дальше нажимаю плюс. Выбираю Sword 2. Нажимаю плюс. И выбираю здесь Sword 3. Супер. Дальше. Нажимаю Heavy Weapon. То же самое. Нажимаю здесь плюс. Но здесь у нас уже Hammer 1. Нажимаю плюс. И здесь Hammer 2. Все. Сохраняем. И выходим отсюда. Дальше. Создаем новую функцию. Нажимаем здесь плюс. Это в BP Hunter Player. И называем это Damage Damage Sounds. И здесь все то же самое, как в прошлом видео. Поэтому мы здесь. Где Weapons. Мы достаем нашу вот эту вот таблицу данных. Прописываем. Get Data Table Row. Вот эту вот штуку. Видите. Обратите внимание. Как таблица данных. Она упрощает вообще разработку в разы. То есть мы один раз создали. И теперь мы вообще эти данные можем получать вообще спокойно. То есть да. Мы с вами уже по-моему четвертое видео делаем практически то же самое. Но тем не менее. Если бы не было таблицы данных. Поверьте. Вы бы там звук рандом там ставили. Там вообще полная жесть. То есть разный звук. А так у нас все в пределах одной функции работает. Итак. Дальше здесь получается Break. ST Weapons Info. Ну все в пределах одной функции. Я имею ввиду вот у нас одна функция на урон. Одна на звук. На комбо. И так далее. И то есть вообще прям все у нас компактно получается. Так. Получается дальше здесь Row Found. Прописываем. Return. Return. Note. Вот таким образом. И сюда. Hit Sounds. Во-первых мы делаем здесь Random. То есть Random Array Item. То есть чтобы у нас эти звуки в рандомном порядке воспроизводились. И засовываем теперь это дело вот сюда. Все отлично. Давайте только вот Out Item. И там я напишу Damage Sounds. Супер. Компилирую. Сохраняю. Ну и все. Теперь делаем следующим образом. Мы с вами достаем это Damage Sounds. Вот сюда. Делаем эту функцию чистой. Нажимаем Pure. И делаем следующее. Play. Sound. Получается вот 2D. И засовываем это дело вот сюда. Компилируем. Сохраняем. И давайте посмотрим как у нас теперь это работает. Я сейчас буду молчать. Потому что боюсь то что звуки будут такие относительно громкие. И меня не будет слышно. Давайте посмотрим. Теперь меняем с вами оружие на ту ту булаву. И вот слышим. Что у нас теперь работает. Ну единственное что да. У нас есть проблема. Которую мы в прошлом видео не устранили. Но на самом деле сейчас мы это все сделаем. Дело в том то что у нас там получается такой вот некий двойной удар что ли. Поэтому чтобы вот это вот. Ну вот такой вот баг устранить. Мы делаем следующим образом. Ну давайте это мы подвинем. Так у нас получается где-то была перемена из атакен. Так в принципе да. Здесь она у нас правильно стоит. Вот здесь да. Вот у нас из атакен. Это если что у нас комбо атак. Вот я закомментировал. Это дело мы. Давайте это вот сюда. И это получается вот сюда. Где у нас play sound. Мы это все делаем вот таким вот образом. Все компилируем. И заходим смотрим в игру. Все. Теперь все у нас работает отлично. Меня более чем этот вариант устраивает. Единственное что косяк у нас есть небольшой с молотом. То есть из-за особенности анимации. То есть смотрите. Я начинаю удар. И он как бы. Ну я даже не знаю как это показать. Но в общем то. Это в принципе нормально. Ну в общем. А вот косяк да. То есть у нас еще удар не произошел. Но тем не менее урон нанесся. Но это опять же особенности этого анимации. Я не думаю что на этом стоит сейчас заострять наше внимание. Настолько сильно. То есть в идеале конечно на этот молот навесить какой-нибудь капсул компонент. И если этот капсул компонент пересекается с персонажем. Там определенный момент. То в таком случае да наносить урон. Соответственно это просто. Очень затягивание тупое. Вообще если все доводит от такого идеала. В рамках этого. Как бы вот этого курса. То это вообще видео наверное выйдет там штук 200. Ну то есть я просто выгорю на этом моменте я думаю. Вот поэтому я думаю то что ладно. Пусть у нас преимущество будет отдаваться мечу. Меч у нас работает нормально. Ну а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал. И не забывайте вступать в закрытый телеграм чат. Где все эти ассеты и так далее. Все это есть. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok